Доброе утро! Здороваюсь! Здороваюсь на всякий случай, не знаю как будет серия складываться. Хочу показать промежуточный вариант, но он такой знаете уже достаточно сильно промежуточный. Ну как есть. Здесь уже у меня подклада и уже полностью готов блок к сборке. Пришита подклада, все простегано. Здесь я уже не стягала, там стежка внутри осталась, только соединила. Здесь я уже ничего делать не буду. Я не помню на каком этапе я его показывала. Не пугайтесь, что три ноги у моей башни. Ну я ее так вижу. Понимаете? Ничего переделывать не буду. Поэтому если кто захочет мне намекнуть, ну считайте, что у меня плохое зрение. Я так быстро ее намахнула и обшила как обшила. Это же мой проект, не ваш. Меня так веселит, меня так веселят сообщения. По косому строчить нельзя, сшивать по косому нельзя в крэйзи квилте там или еще где-то в каком-то пэтчворке, в каком-то крэйзи пэтчворке. Ребята, ну вы так веселите этим. Ну вы себе не разрешаете. Ну у вас такие правила, у кого-то другие правила. Почему вы не оставляете права кому-то по-своему делать. Ну меня это конечно очень веселит. Я эту тему еще раз завью когда-нибудь. И вот вторая часть. Ну я не могла просто так сделать. Поэтому естественно гляньте. Я себе позволила. Может кто-то скажет, что этого нельзя делать. Я себе позволила. Я еще вот такую башню сделала. Это знаете, чтобы не думали, что я только так вижу. Иногда я вот так вижу. Понимаете? Поэтому вот тут четыре ноги. Так, значит, что здесь у меня. Здесь у меня стежка насквозь, но уже тоже, знаете. Решила не заморачиваться. Имею право. Но здесь у меня четыре слоя, насколько я помню. Я сейчас покажу. Значит, это подклада. Это флизелин мне девочки. Я у них взяла в магазине, купила. Там внутри серпянка. Ну не буду сильно расколопывать. Что-то подклеилось, что-то прихватилось. Серпянка. Серпянка. Ну не буду больше покупать. Честно, не понравилось. Для косметичек она пойдет. Для маленьких кошельков она пойдет. Да, вот так вот. Оговорюсь, чтобы быть справедливой, скажем так. Для больших проектов нет. Точно не годится. Здесь я органзу примастырила. Ну и получается органза, потом джинс, потом серпянка 3, потом флизелин 4, 5 слоев. Ну не настолько жесткая, как я хотела. И можно было еще жестче. Но уже, понимаете, если я просто поставлю, оно не будет так держать, как в виде подклада. Если я поставлю сверху сверху, то зачем я такую красивую внутреннюю часть поставила. Я еще размышляю над тем, как перегородку сделать. Перегородка бы саму сумку еще уплотнила. Я хочу очень плотную сумку. Я все делаю, как мне на душу ляжет. Я же себе позволяю так, как я хочу, а не так, как мне рассказывают. Вы должны так, вы должны так. Я, кстати, тут кручу головой. И вот это я приготовила, но вот, к сожалению, не поставила сюда органзу. И теперь ставить органзу и еще раз вот это проходить. В общем, у меня такая, такой вопрос к самой себе. Или уже оставить так? Или уже оставить так? Тогда будет 3 цвета. И четвертый цвет ручка. Мне повезло. Мне повезло купить вот такой пояс. Фурнитуру я с него сняла. И класс! Мне повезло, поэтому я понимаю, почему я так тянула долго со сборкой. Ой, прям горло у меня совсем держит. Потом у меня вот такой вопрос возникал. Чем обработать? Косую бейку резать. Ну, не нашла я из чего вырезать красивую бейку. Покупать косую бейку, которая, ну, вы поняли, да, шелковая, готовая. Ну, честно говоря, она дрэковская. Она на эту сумку, на такую, не хочу, не нравится. А нарезать нечего просто. Я бы с радостью нарезала. Но у меня такая идея возникла. Гляньте, какая красота. Причем показываю. Я же там по хвостушку показывала. Кружеву я набрала тьму. Ну, вот смотрите. Вот на этом оно смотрится. Вот на этом оно уже как бы, ну, вроде бы как тоже смотрится. Но почему-то я пришла к тому, что все будет зелененьким обшито. Здесь будет в однушечку обшито. И здесь. Ну, сюда вообще какой не положи. Очень красиво. А вот тут все-таки выделяется, ну, видите, зелененькая. Тогда уже ручка вписывается ко всем, как говорится, ко всем сторонам. Ну, вот теперь не знаю, что мне делать с вот этой, с вот этой вставкой. Которую я хотела опустить, как бы, ну, вот так. По всему. По части периметра этой сумки. Это не весь периметр. Вверху там будет замок. Но ручка у меня такая одна. Поэтому пришить я могу ее только вот таким образом. Вот. Но боюсь, что тогда при носке она будет вот так коробиться. И вот у меня, понимаете, на этом стало мое все шитье. Поэтому я, наверное, сейчас пойду прогуляюсь на рынок и буду думать. А это все пусть полежит. Не знаю, как буду собирать. В одну серию это слишком длинная серия. Я не сторонник слишком длинных видео. Еще нужно будет думать, как это все разделить. В общем, вот такой живописный у меня остается уголок. Сейчас я вам покажу, какой бардак. Каждый раз во время проекта я развожу. Гляньте. Там у меня небулайзер. Я лечусь. Это я вот мой наряд. Ну, пришла прохлада. Тут вот ждет своего часа. Это все ждет своего часа. Здесь мы с собакой расчесываемся. Как только сядем, это я какой-то блокнотик себе сделала. Тут тоже, видите, мои проекты лежат. Тому проекту лет семь он брошь. А этот? А этот? Ну, я сделаю. Это у меня сесть один вечер посидеть, если честно сказать. Гляньте, что творится. Потом я все это уберу. Это тоже проект. А вот это я не могу убрать. Мне постоянно там какие-то кусочки нужны. Постоянно. Зато я вот тут навела порядок. Видите, у меня даже свободное место появилось. Ну, опять же, все убрать, а мне нужно под руками оно. Ну, вот так стоит. И вот, видите. Короче, бардак полный. Как хорошо, что я живу вот в этом случае одна. Понимаете, я могу себе позволить такой бардак. И вот это вот поднимаю, убираю. Полы-то мы протираем с собакой каждый день. Потому что, потому что волосики. Потом она находит волосинки. Пытается их вместо меня убрать к себе в рот. Ладно, я всех целую, обнимаю. На всякий случай поздоровалась, на всякий случай прощаюсь. Потому что я не знаю, как будут серии склеиваться. Всех люблю, целую. Всем пока. Ой, чувствую, что прокопаюсь опять гораздо дольше, чем рассчитывала. Но показываю. Показываю, что у меня есть. Значит, это передняя и задняя часть. Простите за такое освещение. Но вот уже вечер. Это задняя половинка. Это лицевая половинка колбутитульная. Я верхушки обработала кружевом. Я приготовила перепонки внутри. Это мел, надо потереть. Внутренние перекладины или перепонки, как сказать, разделы, отделы. Как хорошо, что у меня этой ткани так много. Сейчас я соединю эти части, заготовки, потом уже буду, потом буду дальше мудрить. Пока так у меня в голове сложилось. Так, соединила я. У меня получается в сумке вот таких два огромных кармана. На разном уровне я сделала маленькие карманы. И потом это все будет вот так идти лицом к лицу. Как мне теперь все это соединить? К сожалению, ручка у меня одна. Ручка у меня одна, то есть лента. Если делать просто вот так и вот так. Простите, простите. Простите, мои дорогие зрители и подписчики. Те, кому нравится, у меня на канале простят, точно переживут. А те, кому всегда как недовольному свату, то ничего не делай. То не такие слова говори, что не туда пошел. Неужели мне придется именно вот так сделать? Будет короткая ручка. Я не смогу повесить ее на плечо. А если я сделаю, как изначально хотела, длинную и вот так. Боюсь, что когда она будет полупустая, она будет некрасиво вот так деформироваться. Ой, сейчас буду думать и показывать. Так, показываю. Следующий этап. Смотрите, на чем я остановилась не помню. Я обшила обе половинки. Я таки остановилась, сделала выбор. Я обшила ручки. Это будет секрет, что я придумала. И я совершенно испортила. Не, ну не испортила. Я сделала так, как у меня уже окончательный вариант пришел. Вставку, которая будет вшиваться между половинками сумок. Сумки. Главное половинки не перепутать. Какой стороной сшивать. В общем, зря я, конечно, делала красивую художественную стежку по этой вставке. Ну, знаете, свою роль она сыграет, потому что стежка дает плотность. Просто если бы я с самого начала понимала, что я сделала с этой вставкой, я бы мелко-мелко, сантиметр на сантиметр, просто сделала бы стежку, ну, ромбиками, квадратиками, не знаю. Значит, сейчас я собираю всю сумку и показываю. Ну, вот и все. Даже не знаю, что сказать и как. По времени изготовления. Когда я начинала, я думала, я быстро сделаю. Когда я как бы уже начала, ну, делала, думаю, ну, все, две недели я ее буду делать. Оказалось, нет. Сделала все-таки быстрее, чем потом я себе сроки установила. Я, конечно, обещаю показать сумочку на себе. Как это сказать? Как подушки в интерьере, так и сумку. Я прошу прощения, такая тень. Такое, наверное, плохое освещение. Но уже ночь. Я даже не знаю, честно говоря, сколько времени. Смотрите, сделала замки. Это два замка. И я придумала... Сейчас я расстегну. Прошу прощения, руки. Замки соединяла. Замки снятые с какой-то вещи. И я решила вот таким образом замочки соединить. Здесь я их закрепила. И зато спокойно теперь не выскочит собачка, если будет застегиваться. Ну, и так симпатично смотрится. Здесь я вывела наружу, чтобы удобно было держать, закрывать, открывать. Прикрыла кружевцем. Ручку прикрыла кружевцем. Ручку сделала длинную. Ну, такая сумка, знаете, огромная почтальонская сумка. Она такая получилась достаточно плотная. Внутри получилось 2 перепонки, то есть 3 отделения. И на каждом отделении маленький карманчик. Я их показывала. Замок я пристрочила двумя строчками. Попрочнее, понадежнее. Ну, в общем, вот такая вышла сумочка. Завтра я ее досниму на манекене. Вот точно, я ее сниму на манекене. Ну, и, конечно же, сниму на себе. Ну, вернее, попрошу кого-то на себе снять. Фух, все. Всем спокойной ночи. До свидания говорить не буду. Целую, обнимаю, скажу. Но попрощаюсь уже, когда покажу все свое видео на манекене, на себе. Все это соединю. Покажусь. Всех поцелую, всех обниму. И все. И всех приглашаю еще на свой канал. Все. Всем пока. Дождалась я утро. Не могла спать. Перевозбудилась. Так мне сумка самой понравилась. Я не ожидала. Гляньте, прям такая почтальонская торба. При этом под джинс идет. Под что только не идет. Под мои зеленые такие хаковские штаны идет. Нужно одеваться, выходить. Сложности у меня, конечно, со съемкой на мне. И в природе, как говорится. Но обещаю, что постараюсь. Я постараюсь. Посмотрите, и с этой стороны какая она классная. И даже на мою пышную грудь она классно вешается наискосок через плечо. Замок, конечно, поставил на место. Держится, не сгибается. Если ее наполнить. Ну, я так больше ее, конечно, знаете под документы. Мне сейчас нужно будет некоторые документы оформлять. Поэтому, что еще хотела сказать. Серпянка, конечно, все-таки в помощь. Единственное, я на такие большие сумки буду ее ставить не в один слой. То есть тут с обоих сторон серпянка. На этом, на этой части сумки и на той части сумки. Но я теперь буду, если такую большую сумку, я все-таки серпянку буду чуть по-другому ставить. На две, на два слоя как бы. Вот как бы на эту сторону два слоя и на ту сторону два. Я потом покажу, как я это себе там нарисовала в голове, когда буду делать следующий проект. Но серпянка, конечно, в помощь. А на маленьких там кошельках, косметичках она вообще будет идеальна. Конечно, минус две иглы. Иглы ставила на эту работу. Самые-самые дорогие, те, которые мне с Киева пришли. Но сама сумка того стоит. Если кому интересно, я просчитаю приблизительно, если все, ставить вот новые замки, новую там фурнитуру. Я приблизительно просчитаю, сколько это будет стоить. Ну, скажем, у нас по нашим ценам. Ну, это где-то будет одинаково, наверное, приблизительно для всех. Органза, если я покупаю, выходит 30 рублей метр. Ну, 30-30, максимум 35. Если покупать на метраж у нас, к примеру, органза, я видела по 75. Ну, то есть, представьте разницу. Если заниматься так активно рукоделием, то поехать купить два рулона и забыть. Вот как у меня я второй купила. И такая, чтобы еще два купить. Я знаю, какой цвет я бы хотела. Ну, все. Показала я ее при дневном свете, при наряде. Под разные пойдет. И под ту мою спионами юбку она пойдет. Если майку одевать белую, однотонную какую-то. Голубую, например. Бледно-голубую, бледно-серую, наверное. Ну, в общем, очень я довольна. Получилось шикарно. Такой совсем простой фасон. Ну, просто шикарно. Ну, для этих вещей, наверное, либо маленький клатч и не особо там узорный. Ну, там цветочки, может, какие-то. Либо, если вот такой большой рисунок, то тут только такая должна быть сумка. Потому что если делать клапан, сами понимаете, клапан прикроют. То есть, тогда нужно упор делать красоты на клапан. Ну, в общем. В общем, вот так вот. Пишите в комментариях. Может быть, я что-то упустила. Я тогда либо досниму какое-то объяснение, либо объясню в комментариях. Мне, как бы, в принципе, так даже проще, когда возникают вопросы, просто подсказать. Все. Всех целую и обнимаю. Не знаю, будет ли доснято на мне определенные сложности. Ну, сумку показала. И покажу красиво фотографию ее. Я выйду на улицу, на улице будет качественно. Все. Целую и обнимаю. Подписывайтесь, заходите на канал. Будьте вежливы и будьте уважительны друг к другу. Занимайтесь рукоделием. Ставьте лайки. Еще раз подписывайтесь. И делитесь в соцсетях. Все. Всех люблю. Целую и обнимаю. Если бы кто видел, как я примастырила. Как я примастырила телефон. Нужно лайфхак делать. Лайфхак. Можно даже еще больше украшений нацепить. Можно ближе подойти. Можно больше нацепить украшений. Все прям сюда в тему. Вот она пустая. Я уже с ней сходила, но не нашла я никого. Кто меня. Хорошо. Форму держит. Я очень довольна. Красиво. Меня даже похвалили. Ну и видно было, как пялились. Сейчас еще подадим на рядик, наверное. Я легко мне слева с руки. Хотя никакой разницы. Замок с двух сторон. Видите? Она такая полуспортивная, хоть и романтичная. Сейчас еще один на ряд. Есть? Есть. Я похудела. Юбка с меня спадает. Пришлось 10 раз закалывать. Придется юбку продавать. Раз одела, сфотографироваться только. И все. Я так далеко не вижу, но думаю, подходит. Думаю, подходит. Сейчас буду смотреть видео сама. Любоваться. Ну, вот этой стороной нет, а с этой стороной идет. А так, в принципе, видите, можно делать в одном тоне, чтобы подходила как бы сторона со стороной, чтобы гармонировала, но при этом, чтобы можно было разные наряды одеть. Ой, все. Видео готово. Милости прошу. К нашему шалашу подписывайтесь, ставьте лайки, дружите, знакомьтесь, общайтесь, приходите в гости, приглашайте друзей. Пусть все подписывают. Совсем рада. Совсем рада общаться позитивно. Все. Целую и обнимаю. Кто? Где-то у меня на ручке? КОНЕЦ 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 Продолжение следует...